Друзья, всем привет! Сегодня будем с вами рыхлить между рядку картофеля маленьким мотоблоком, вернее средним мотоблоком кентавр значит почему, это я буду делать кстати первый раз, почему решили взрыхлить потому что картофель мы в первый год садили, очень большая была грязь трактора мы укатали между рядку, плюс потом мы работали ежами убирали сорняк и на еже тоже лапы не ставил спереди тоже укатал между рядку и теперь значит будем восстанавливать землю значит что мы делаем, мы запускаем спрей поработал спрей, промочил почву Сережа, смотри, если будет видно вот там вот на солнце в ту сторону ага, я думаю видно будет запустили спрей, спрей работает и спустя два дня немножко вот подсохло, внизу влага есть и сейчас спускаем мотоблок и пробуем что у нас получится я думаю кентавр справится, так что давайте наблюдать да друзья, еще забыл сказать, меня спрашивают почему я работал с середины по чесноку, вот такой конструкции значит смотрите, сейчас просохло восемь рядочков и я буду начинать так же самое с середины и по кругу выходить на края чтобы не топтать рядочек, где идет мотоблок, я буду идти по соседнему рядочку и вот так вот эти восемь рядочков мы пройдем мотоблоком подождем еще два дня, подсохнет следующий участок после полива и будем так же само работать, ну а пока будем смотреть какой результат получится на данном участке ну все, приступаем друзья, как видите, комплектация стандартная, такая же, как я и работал по чесноку значит фрезы не захотел я разворачивать, чтобы не повредить картофель все так и оставил, то есть фрезы завернуты вовнутрь, чтобы не повредить корни картофеля между рядком на 60 см и здесь у нас стоит 23-24 см захват ну и так будем работать заводим и пробуем что у нас получится так сейчас их прогреется и пойдет, пока рыбка считается ну а перед выездом хочу сообщить вам, что в следующем видео будет обзор на еще одного помощника, это мотокультиватор который предоставила мне для тестирования торговая марка кентавр куда берем прописать ну а seconds и explica по О, пошел. Внутри этого покажем. И сюда. Хотя, значит, быстро бежит. Мы тормоз поставили, чтобы немножко он задерживал себя. И каток подняли повыше. Вот. Немножко добивается, но ничего страшного. И колесо подняли, заглубили немного. Ну, вот так вот, вроде ничего. Будем работать. Да. Да, да. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...